Ваш пятилетний сын с гордостью приносит из детского садика сделанный им рисунок. Вы его рассматриваете, хвалите ребенка и вешаете рисунок на стену. Вы вслух восхищаетесь этим произведением искусства, не просто для того, чтобы сделать приятное малышу. Вы искренне рады тому, что он вам показывает? Вы действительно хотите, чтобы этот рисунок висел на стене? Почему? Это не Рембрандт? Если тот же самый сын принесет вам тот же рисунок через 10 лет, когда он уже учится на факультативах изобразительного искусства, вы уже не будете столь рады. Почему? Это тот же самый рисунок и тот же самый ребенок. В мире есть две системы измерения поступков – абсолютная и относительная. Работодатели и клиенты наших бизнесов нас оценивают по абсолютной шкале. Мне нужен такой-то результат в такой-то срок. Если ты можешь его произвести, то хорошо, а нет, я пойду к другим. Общество также оценивает нас по абсолютным меркам. Человек поступил правильно или неправильно. Его действия помогают мне или идут против моих интересов. Но родители смотрят на детей по-другому. Родители оценивают детей по относительной шкале. Они видят, как те растут и взрослеют. Они рады каждому прогрессу. Они оценивают детей по сравнению с тем, что они могли и умели до этого. Если дети продвигаются вперед, то родители уже рады. Мама гордится искусству ребенка, потому что еще месяц назад он не умел раскрашивать, не вылезая за линией. А сейчас смог. Этот шедевр не будет помещен ни в одну галерею, потому что они ценят все по абсолютной шкале. Но этот рисунок занимает центральное место на стене вашего дома, потому что вы, родители, оцениваете своего сына или дочь по относительным меркам. В иудаизме Бог называется нашим отцом. Он оценивает нас не по абсолютной шкале, как это делают в окружающем нас мире, а по относительным меркам. По отношению к тому, кем мы были до этого. Бог ищет прогресс. Если сегодня я хоть чуть-чуть лучше, чем вчера, то он доволен. И Бог находится в уникальном положении оценивать нас именно с этой стороны, потому что он знает все, включая наш потенциал и то, что происходит в нашем сердце и в нашем сознании. Для Бога не столь важно, где я нахожусь, а в каком направлении я двигаюсь. Это может быть листок из книжки-раскраски, но если он лучше, чем то, что я накалякал вчера, то Бог уже очень рад. Но, с другой стороны, Бог также знает, сколько каждому из нас дано и требует с нас, соответственно, его оценка наших действий относительно наших вчерашних поступков и нашего потенциала. Известный хасидский ребер Зучша из города Анополь говорил, «Когда я поднимусь на небеса после 120 лет, если меня спросят, почему ты не поступал, как Моисей мог бы поступить на твоем месте, то у меня будет хороший ответ, потому что я не родился Моисеем. Если меня спросят, почему ты не вел себя, как в твоей ситуации вел бы себя царь Давид, то у меня будет хороший ответ, потому что я не родился Давидом. Но если меня спросят, почему ты не вел себя, как Зуша из Анополя должен был бы себя вести, вот на это у меня ответа не будет». Продолжение следует...